Спасибо большое, Замира Ахмедовна, за возможность принять участие в вебинаре по столь важной теме. Меланома кожи в структуре детской онкологической заболеваемости составляет не более 1%, что, естественно, делает данную опухоль крайне редким заболеванием. Этиологически меланома кожи у детей является гетерогенной, а развитие ее зависит от взаимодействия как наследственных, так и средовых факторов. Среди факторов риска, существующих развитие меланомы кожи у детей, на наш взгляд, следует выделить такие, как врожденный гигантский меланстар на невоскожи, пигментная ксеродерма, семейная форма меланомы кожи и врожденный или приобретенный иммунодефицит. В зависимости от этиологии, механизмов канцерогенеза, клинического течения, меланома кожи у детей подразделяется на возникшую на фоне врожденного гигантского меланстарного невоскожи, шпицоидную меланому, меланому, возникшую Денова. Чуть более подробнее хочу остановиться на врожденных меланстарных невосов кожи, так как описан ряд когортных исследований, как ретроспективных, так и проспективных, и в них определен риск развития меланомы кожи у данной группы пациентов. Если речь идет о малом или среднем невосе, то риск не более 1%. Если уже мы говорим о большом и гигантском врожденном меланстарном невосе кожи, то риск приближается к 5%. В основном этот 5% риск отмечен у пациентов, диаметр врожденных меланстарных невосов которых превышает 60 см, что составляет порядка 75% невососоциированных в меланому детей. Помимо общепризнанной клинико-гистологической классификации меланомы кожи, у детей принято выделить клинико-возрастную классификацию, согласно которой меланома кожи подразделяется на врожденную, инфантильную и детскую, препубертатную или пубертатные формы. Останавливаться подробнее не буду, микростодирование производится аналогично взрослым. В диагностике меланомы кожи у детей очень важны следующие критерии – это анамнистические данные, данные физикальные и дерматоскопического исследования, и также, естественно, данные гистологического исследования биопсийного материала. Чуть подробнее остановлюсь на каждом критерии. Описывая данные анамнеза, очень важно понимать, что у ребенка любое изменение невоса не должно использоваться в качестве единственного критерия для его удаления. Так как в определенный момент времени дерматоскопическая картина доброкачественных меланомцитарных невосов кожи может соответствовать критериям диагностики злокачественной меланомы, таким как, например, ABCDE. Так как доброкачественные меланомцитарные невосы у детей претерпевают особенности, свойственные именно возрастному периоду, то есть особенности невогенеза. Дерматоскопическое исследование используется обязательно с временным интервалом времени, то есть выполняется первичное дерматоскопическое исследование, и в дальнейшем ребенок наблюдается дерматоскопически-динамически. Рекомендуемым стандартом диагностики меланомы кожи у детей является экстезионная биопсия, однако, конечно, не всегда она технически возможна. В случаях, если мы имеем дело с гигантским врожденным меланомцитарным невосом кожи у ребенка, естественно, в таких случаях целесообразна инцизионная биопсия образований. И я уже упомянула естественный невогенез меланомцитарных образований кожи у детей и подростков. Хочу отметить работу американских коллег 2013 года, в которой представлено как раз-таки модифицированное правило ABCD, адаптированное для пациентов детского возраста с меланомой кожей и доброкачественными меланомцитарными невосами. В данное исследование вошли 70 детей с меланомой кожи, 19 из которых составили группу А, группу препубертатной меланомы, и 51 ребенок вошел в группу Б, это группа пубертатной меланомы кожи. По результатам дерматоскопического исследования результаты были достаточно интересны. Классические критерии правила ABCDE не были обнаружены более чем у 60% пациентов группы А и более чем у 40% пациентов группы Б. В то время как у пациентов в этом исследовании были выявлены модифицированные критерии правил ABCDE, такие как амилоноз, кровоточивость, папуонодулярные поражения, однородное распределение пигмента, развитие образования дынова любого диаметра. Стандартом лечения локализованных форм меланомы кожи у детей является естественно хирургический метод. Границы строго регламентированы, зависят от толщины опухоли и глубины инвазии. Терапия же детей с диссиминированной формой меланомы кожи зачастую имеет неудовлетворительный результат, требует естественно комплексного подхода, который включает хирургический этап, химио-иммунотерапию, либо участие в клиническом исследовании. Лечение детей с метастатической нерезиктабельной меланомой кожи у детей проводится в рамках клинических рекомендаций. К примеру, представлены клинические рекомендации 2017 года, согласно которым при распространенных формах заболевания, при нерадикальном хирургическом лечении, либо рецидиве меланомы кожи, рекомендован системный подход в рамках химиотерапевтических опций в монорежиме, либо в полихимиотерапевтических режимах. Рекомендован также иммунотерапевтическое лечение с применением интерферонов альфа. Но, в свою очередь, данный метод терапии не обладает преимуществом перед полихимиотерапевтическими опциями. Лучевая терапия по большей части применяется с палеотивной целью и, к сожалению, имеет общий неудовлетворительный результат. Далее опишу клинические рекомендации уже новейшие 2020 года, согласно которым подход к терапии метастатической нерезиктабельной меланомой кожи у детей уже совершенно иной. С учетом иммуногенности данной онкологической патологии и в рамках новых клинических рекомендаций в качестве терапии первой линии предложены такие препараты, как ипилимумаб, ниволумаб или цитостатический монорежим дакарбазина. Переходя к опыту нашего центра, конечно, я скажу, что меланому кожи у детей мы видим крайне редко. В основном к нам приходят детки с доброкачественными меланостарными образованиями кожи. Представлю отчетный период с сентября 2020 по апрель 2021 года. Нами дерматоскопическая оценка проводилась пациентам по представленным критериям. Данная диаграмма, на наш взгляд, заслуживает отдельного внимания, так как проанализированный материал, подвергшийся дерматоскопическому исследованию, выдал достаточно интересную картину. Виден сразу же патогенез для естественного невогенеза меланостарных образований кожи у детей и подростков. А именно, более чем в 73% случаев распределение цвета в меланостарном невосе было абсолютно неравномерным. В 60% случаев диаметр невосов у детей превышал 6 мм. И в 47% случаев присутствовали такие атипичные включения, как гомогенные области. В 40% случаев невосы были асимметричны. В 38% случаев визуализировалось 3 и более цветовых компонента. Также хочу отметить, что в 11% случаев нами был зафиксирован такой паттерн, как бело-голубая вуаль. Удаление образования проводится у нас тремя методами. Это лазерная деструкция, хирургическое сечение и панч биопсии образований. Для каждого метода есть свои показания и противопоказания. Конечно, мы приверженцы мини-инвазивных методик, особенно у пациентов детского возраста. Поэтому если отсутствует противопоказания, тогда мы выполняем лазерную деструкцию меланостарных образований кожи. Независимо от метода удаления меланостарных образований, в 100% случаев мы можем получить гистологический диагноз. Локализовались меланостарные образования кожи нашей кагорты пациентов как на туловище, так и на конечностях в области волосистой части головы и шеи. В основном элементы локализовались на туловище. Диаметр их варьировал от 2 до 30 мм. Максимальный элемент был зафиксирован на волосистой части кожи головы и составил 10 на 30 мм. Повторю, что гистологическая верификация была получена вне зависимости от метода удаления меланостарных нивусов кожи. Наиболее частый вариант гистологический – это интрадермальный нивус. На втором месте сложные пигментные нивусы кожи. То есть, несмотря на дерматоскопически присущий атипизм, в 100% случаев мы получили доброкачественное меланостарное образование кожи. Извиняюсь за нарушение небольшого тайминга, но хочу остановиться более подробно на пациенте с 2 лет с диссиминированной формой меланомы кожи. Из анамнеза известно, что ребенок с рождения наблюдался детским онкологом по месту жительства. Однажды была зафиксирована травматизация на волосистой части кожи головы в области как раз-таки врожденного гигантского меланостарного нивуса кожи. И через месяц после травматизации мамой ребенка было отмечено увеличение шейных и лимфатических узлов справа. Для дальнейшего лечения для дообследования также ребенок был направлен в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, где невус посттравмированный был иссечен и была выполнена биопсия конгломерата шейных и лимфатических узлов справа. Гистологический диагноз был поставлен в Национальном медицинском исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева. Была верифицирована меланома, возникшего в рожденном небосе без изязвления с очагами сосудистой и переневральной инвазии. Уровень инвазии по Кларку 4, глубина прорастания побресов не менее 3 мм. В лимфатических узлах шеи были верифицированы метастазы. Для дальнейшего дообследования и лечения пациент поступил к нам. Нами была повторно выполнена биопсия конгломерата шейных и лимфатических узлов. Диагноз был подтвержден. Это был метастаз эпитериодно-клеточной малопигментной меланомы. Ребенку мы провели спектр молекулярно-генетических исследований, по результатам чего была обнаружена НРАС-мутация. По результатам комплексного обследования у ребенка было выявлено тотальное поражение костного мозга клетками меланомы и метастатическое поражение С2 правого легкого. Решение по терапии данного пациента принималось путем междисциплинарного консилиума, так как данный случай можно смело назвать казуистическим. Возраст ребенка 2 года и диссеминированный характер злокачественной меланомы кожи. Ребенок получил в качестве терапии первой линии системное лечение в полихимиотерапевтическом режиме цисплатин-венбластин-докарбазин. И по данным контрольного обследования после второго курса полихимиотерапии нами был достигнут очень хороший ответ. Уменьшение контрольного конгломерата лимфатических узлов шеи на 86%, регресс метастатического очага в правом легком. Нами были отмечены все еще единичные опухолевые клетки в одной из точек при аспирационной трепан-биопсии костного мозга. Но это, конечно, несравнимо с первоначальным тотальным поражением костного мозга при меланоме. На слайде представлен соматический статус пациента как раз-таки после двух курсов полихимиотерапевтического лечения. Отмечу, что данное лечение для пациента было очень переносимым. И таким образом мы подошли к основному этапу лечения, к хирургическому. За Мира Ахмедовна непосредственно выполнялся данный этап. В пациенте была выполнена операция Крайля справа. Моноблочное удаление послеоперационного рубца теми на затылочной области справа. Субтотальное удаление уколушной слюной железы справа с сохранением ствола лицевого нерва и его основных ветвей. Экстерпация подчелюстной слюной железы. Также в моноблоке с препаратом с резекцией маргинальной ветви. Хочу подвести итог касаемо данного клинического случая, что подход в терапии метастатической формы меланомы кожи у ребенка изначально был выбран верный. Мы провели системную терапию, что впоследствии как раз таки позволило выполнить радикальное удаление данной опухоли этому ребенку. И резюмируя общую тему доклада, отмечу, что дифференциальная диагностика меланомы и доброкачественных меланцитарных невусов очень сложна, так как картина невуса варьируется в зависимости от множества факторов. На сегодняшний день средства, которые обеспечивают обнаружение меланомы кожи, полагаются на морфологии, однако они не отражают особенности, свойственные именно деткам. Стандартизированные исследования с большим размером выборки, а также долгосрочное динамическое наблюдение позволят дать нам очень важные ответы, связанные с эволюцией доброкачественных меланцитарных невусов кожи. С этим патогенезом и особенностями течения меланомы кожи у детей позволят пролить дополнительный свет на подходы к терапии столь редкой злокачественной патологии детского возраста. Спасибо большое! Продолжение следует...